Приступаем к работе с каталогом библиотеки электронных материалов Mesh. И первое, что мы научимся делать, это искать информацию с помощью тех фильтров, которые расположены на левой панели самого портала. Первое, что мы можем сделать, это отсортировать все электронные материалы библиотеки по типам. Здесь представлены следующие типы. Учебники, электронные учебные пособия, сценарии уроков, тесты, художественная литература, дополнительные материалы и приложения. Причем, обратите внимание, некоторые из этих типов образовательных ресурсов можно раскрыть и посмотреть, что они из себя представляют. Например, в дополнительных материалах содержатся разные виды текстовой информации, разные виды изображений и видео, аудио, файлы, тестовые задания и примеры виртуальных лабораторий в виде небольших интерактивных заданий для учащихся. Точно так же, выбирая и нажимая на учебники, мы можем отсортировать все электронные материалы только по учебникам. Следующее, что мы можем сделать, следующий раздел фильтров, это выбор предмета. И выбирая предмет из перечисленных, мы при поиске необходимой информации попадаем на тот предмет, который мы выбираем. Предметов можно выбирать неограниченное количество и, соответственно, будут представлены все учебники с 1 по 11 класс, которые имеют отношение к этому предмету. Для того, чтобы выбрать только те, которые нужны нам для конкретной образовательной программы, начального, основного, основного общего и среднего общего образования, следующий фильтр как раз и позволяет выбрать уровень образования. Нажимая кнопку основного общего образования, мы можем отсортировать только те учебники, которые имеют отношение к учебникам по истории 5-9 класс. Следующий фильтр, который можно использовать для точного поиска необходимого образовательного контента для конкретной темы урока, для конкретного раздела учебного курса, это КЭСы. КЭСы — это контрольные элементы содержания, которые структурированы на основе анализа содержания примерной основной образовательной программы и фактически представляют темы раздела учебного курса. Если мы откроем КЭС для предмета «История», который был нами выбран, то мы можем увидеть, что существует два обобщенных раздела «Всеобщая история» и «История России». Если нажать на галочку, можно каждый из разделов раскрыть и увидеть все темы, которые изучаются учащимися в течение обучения истории в основной школе. Отметив необходимую тему, нажимаем кнопку «Применить» и смотрим, что учебника по отдельной теме не существует, а если мы через фильтр включим дополнительные материалы, то часть дополнительных материалов имеют отношение как раз к тому контрольному элементу содержания, который мы с вами выбрали при использовании фильтров. И последний фильтр, который можно использовать в работе для поиска информации в библиотеке – это уровень изучения учебного материала. В данном случае предлагается базовый и углубленный уровень изучения учебного материала. Включая его, соответственно, мы получаем необходимое количество образовательных ресурсов, отвечающих заданным параметрам поиска. Если вам необходимо завершить поиск и вернуться обратно в общий каталог библиотеки, вы либо нажимаете в верхнем левом углу значок «Библиотека Мэш», либо на расположенный рядом с фильтрами веничек, который стирает все выбранные нами критерии поиска и возвращает нас к каталогу библиотеки для осуществления нового поиска. Ограничений по поиску, по выбору критериев не существует. Можно в каждый конкретный момент вернуться, либо начать поиск заново. Ну и еще один момент, о котором мы уже с вами говорили, это возможность осуществления поиска через окно в верхней панели библиотеки, когда мы можем ввести любое ключевое слово. Например, мы вводим первый класс и ищем все материалы в электронной библиотеке Мэш, которые имеют отношение к первому классу. Соответственно, здесь могут быть и учебники, и сценарии уроков, и тесты, и тестовые задания, и интерактивные материалы. Но они все отвечают в первую очередь тому критерию, который мы задали. Это первый класс. Таким образом, можно осуществлять также поиск материалов библиотеки в существующих критериях поиска на портале. Для возвращения обратно мы снова нажимаем значок «Библиотека Мэш». Спасибо. 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 Спасибо.